Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередная встреча на канале. И моя собеседница, ее зовут Марина. Марина живет в Бостоне. Правильно пока все расскажу? Давайте я расскажу, откуда я Марину знаю. У Марины есть брат. Брат учился в одном классе вместе с Олегом Хаитом, которого мы недавно показывали, такой бородатенький боровичок, который математику преподает и в Москве живет. И так периодически наезжает в Соединенные Штаты. У нас с Олегом два года назад, когда он приезжал, у нас пять серий было видео. Так он интересно рассказывал. И вот брат Марина учился в этом классе. Я тогда немножко там преподавал и участвовал в наборе этого класса. Вы меня поправите, если я чуть не так рассказываю? Да, пока надо. И мое впечатление такое, что в это время набирался девятый класс. Биологический, и Марина пришла в этот класс. А мама подумала, раз уже один ребенок ходит в... Нет, это было не так. Я просто, когда пришла на собеседование, я увидела объявление. А он в это время болел. Но я знала, что его математический класс безумно заинтересовал. И поэтому я попросила маму приехать и договориться. Или она сама сказала, поеду и договорюсь, чтобы собеседование позже было бы для брата, чтобы он выздороветь успел. То есть он был не в общем собеседовании, а отдельно встречались? Видно, позже, именно потому, что он болел во время общего собеседования. Понял, понял. Ну вот, значит, мне было 17 лет в тот момент, или на подходе к 17. Значит, Марине было, наверное, лет 15. Она в девятый класс тогда поступила. Вот, и я не обалдел совершенно. Такие глазищи. И так она еще смотрела на меня и улыбалась. Я просто потерял голову. Да. Вот. Ну, она, конечно, может, и не заметила. Там ходит какой-то. Ну, в общем, так вот, такие у меня воспоминания. Я еще, знаете, что помню? Я учился в институте связи, и когда я его заканчивал, что-то проблемы с работой были, не брали никуда. Костя тоже потом в институте связи, и мама наша тоже из института связи. А я не знал, что Костя в институте связи учился. А, это неожиданно. Неожиданно. Так вот, и он, как-то он знал, что у меня там проблемы с работой, и что-то никуда мне не брали такого отличника. И он, говорит, позвонил, по-моему, он говорит, что, ты знаешь, вот мама говорит, что там, если что, то можно к ним туда пойти. Она работала в лаборатории Московской телефонной сети. Я правильно излагаю? Она преподавала в техникуме. Она преподавала тогда в техникуме связи имени Подбельского, телефонию. Да. А она заканчивала как телефонист, и работала и в гипросвязи, и над главным инженером АТС одно время, одной из московских. А потом ушла на преподавание. В общем, короче, там речь шла о том, чтобы где-то вот на МТС там в лаборатории, или мне знакомые там были, не знаю. Вот тот самый МТС, который сейчас все знают. Тогда они узнали только свои. Ну, хорошо, вот это вот мои воспоминания. Теперь давайте мы, значит, на вас переключимся. Учились вы в биологическом классе. Да. Это была просто эпоха в моей жизни. Это было что-то очень необычное, потому что биологических классов в то время практически и не было. Если математические еще где-то были, то биологические они вдруг впервые набирали. Это, нет, были в других местах биологические классы, но вот такие классы, я не знаю, вы, наверное, про Константинова в своих рассказах вспоминали. Вот он тогда решил, что недостаточно того, что есть математические классы, или что где-то там биологические. Биологов надо учить математике. И он вышел с этой идеей сделать биологический класс и усилить его математикой. Это произошло от того, что какие-то из его там друзей или воспитанников, будучи математиками, оказались в биологических исследованиях. И вот это была их идея соединить и принести в школу, потому что просто так биолог к этому не придет. Математик тоже просто так к этому не придет. Но когда люди оказались на стыке, вот они это туда привлечли. Если у вас есть время, я могу немножко рассказать о том, что мне рассказал такой совершенно потрясающий человек, Астерман Лев Абрамовича, знали? Да. Он рассказывал, он написал, он, будучи физиком, создал очень ценные, переведенные на больше чем 10 языков пособия по использованию физических методов в биологических исследованиях, потому что он понял, что биологи, которые лабораторной работой занимаются, не понимают природы, которая лежит в основе этих методов исследования, и поэтому неэффективными пользуются. А сам, будучи физиком, и понимая, как вообще все это возникло, он мне рассказывал так, что после Второй мировой войны, когда была использована, помимо желания физиков, их работа для войны, ведущие физики в Америке решили, что надо что-то другое придумать, и сели за учебники. Академики, физики сели изучать биологию, потому что они решили, что они могут биологию подтянуть. А на основании того, что они стали изучать биологию, они создали вот эти методы биологических исследований, которые очень значительно продвинули лабораторные исследования биологические, биофизику, биохимию. Хорошо. Итак, вы учились в школе, я понимаю, что это был совершенно невероятный опыт. И дальше вы учились... А вообще, судьба класса. Вот куда в основном пошли ребята из этого класса? Ну, по-разному. Конечно, в основном в биологию, хотя не все в биологию. Учиться они куда пошли? Многие пошли в университет, на биологический факультет. Часть людей пошли в педагогический институт, на биологический, биология с географией, биология с химией. Кто-то пошел в медицинский институт. В общем... Вот здесь, да. Ну, есть... У меня одноклассница совершенно замечательная. Пошла в педагогический, на филологический факультет. Она хотела преподавать литературу. Нормально, нормально. Но вы оказались где? Я пошла на биологический факультет пединститута. То есть вы хотели быть учителем или потому что вы говорили, я хочу больше биологией заниматься, а педагогика меня не сильно напрягает? Какая мысль была? Моя мысль была такая, что я хотела идти работать после института в так называемую госпитальную школу. Госпитальную? Да. Мне хотелось преподавать биологию детям, которые находятся долго в больнице на каком-то продолжительном лечении. Ну, подождите. Но откуда у ребенка в 17 лет вообще знание, что есть такое в природе? Во-первых, знание было из двух источников. У меня тетя преподавала в такой школе в ЦИТО. Это Центральный институт травматологии и ортопедии. Во-вторых, перед девятым классом я оказалась в больнице как бы с переломом позвоночника. И ко мне приходилась такая преподавательница. И со мной не очень занималась. Ну, а там в результате оказалось, что переломы... Ну, этот опыт... Но я на самом деле хотела этого и до того... Я просто знала по тете, что такая работа существует. Я понял. То есть просто уже знание было. Да, я перед классом себя не представляла. Я не видела, что я могу выйти перед классом и преподаваю. У меня не было такой внутренней харизмы, мне кажется. А вот сидеть долго с болеющим ребенком и заниматься с ним тем, что описывает жизнь, то, что может принести в палату больничную, вот, я не знаю, природу, переживания людей. Вот это, мне казалось, будет чрезвычайно важно для выздоровления. То есть вы на самом деле в свои 17 лет были очень взрослым человеком. Я вот сейчас думаю об этом. Во всяком случае, это был совершенно осознанный выбор. Слушайте, а вот у вас химию тоже Серафима Зиновьевна преподавала? Она у нас была классным руководителем. Так она и у меня была классным руководителем. Вы же выпускались в тот год, когда мы начинали. Она после вас сразу стала нашим. Да, она брала только девятые классы. Она не работала в 78-х. То есть мы выпустились, и она была вашим классным руководителем. А я вот с ней по телефону поговорил пару дней назад. Она жива? Она жива, ей 94 года. Обалдеть. Поговорите с ней, передайте мне большой привет. Я даже, честно говоря, вот просто сейчас очень рада это слышать, что она жива. Вот на этом канале, где мы с вами сейчас записываем, значит, обнаружился ее внук. И внук мне написал в личку и говорит, вот так и так, Серафима Зиновьевна там. И дал телефон, я ей позвонил. Я ей даже книжку послал. Я написал книжку о том, как наши эмиграции происходили. И она так заходила. Я говорю, вы читаете? Она читает. Она говорит, я сейчас пью, не важно. Очень много читаю. Совершенно в ясном уме. И, как сказать, в общем, читает, помнит меня, понимаете? Я так растрогался. Да, я регулярно вспоминаю ее рассказ перед нами, как классного руководителя. Что тогда было в 40-летие Победы, да, в 75-м году, да? В 30-летие. 30-летие. Нет, в 75-м году вы не были вспомнили еще. В 75-м году это год, когда я выпустилась. А, ну правильно, я все растерялся. Все правильно, да. И тогда были какие-то проблемы, которые она считала поведенческие. И она вдруг о себе немножко рассказала. И я навсегда это запомнила, ее рассказ о том, что она в свое время пренебрегла вообще карьеры ученого, а пошла зенитчицей защищать Москву сразу после школы. И в результате оказалась школьной учительницей, но никогда не жалела о том, что вот она так. Но вот это вот для меня ее рассказ, вообще она очень сильное впечатление для меня. Да, я сейчас вот тоже вспоминаю, когда нахлынули вспоминания, там, 40-летней давности, я думаю, боже, какие люди вообще вокруг нас были. Потрясающе. А к нам ведь Николай Николаевич Константинов, к нам сидел Тимофея Варисовского на встречу с нашим классом. Так. Тоже абсолютно незабываемо было. Такая фигура, я не знаю, для... То есть он был знаком с ним? Он был лично с ним знаком до такой степени, что он мог привезти его к нам на встречу с нашим классом. Это тоже было что-то потрясающее. Да, это легендарный совершенно человек, скажешь мне. И потом, когда я стал в медицинской генетике, то для меня, конечно, то, что я лично была знакома с Тимофея... Ну, то есть это смешно сказать, лично знакома, но во всяком случае я его лично слышала, он там в конференц-зале у нас выступал. Да, но у нее внешность такая потрясающая совершенно. Ну что же, хорошо, давайте мы движемся дальше. Вы учились педагогически. Мечта сбылась, то есть вы стали работать госпитальным таким учителем или что получилось? У меня была такая довольно сложная, сконструированная мечта, потому что я считала, что прежде чем мне идти и заниматься с детьми, особенно с теми, которые в сложных жизненных обстоятельствах находятся, например, долгоболеющими, мне нужно еще много про жизнь узнать и многому научиться. И я поэтому пошла работать сначала в Институт медицинской генетики. И я там работала, диагностикой занималась наследственной болезнью и обмена веществ, но для меня самым интересным при этом было общение с семьями. Приезжали к нам со всего Советского Союза люди и рассказывали, как они живут на местах вот с этими болеющими детьми, с очень глубокими инвалидами, на что им можно опереться, на что нельзя. И из этих всех обсуждений в результате у меня сформировалась совсем другая задача. И я из Института медицинской генетики пошла в Институт детской онкологии, чтобы там еще не было на тот момент госпитальной школы, мы потом ее создали. Но на тот момент я пошла создавать систему социальной и психологической помощи больным детям и их семьям. Это был 91-й год, это вообще была на тот момент идея абсолютно безумная. Этим никто вообще тогда в России не занимался. Так и денег не было же, развал такой. И денег не было, но дело даже не в том, что денег не было. Дело в том, что так вопрос никто не ставил. Потому что когда я туда пришла, то на меня смотрели просто как на безумца, что то, что я хочу, это какая-то ерунда. Это сейчас уже очень много людей этим занимаются. Ну или относительно много. А на тот момент я по приглашению своих родственников, которые в Атланте жили, поехала в Америку для того, чтобы просто ходить по детским онкологическим клиникам и по разным общественным организациям и смотреть, как это в принципе можно сделать, какие вопросы можно ставить и какие искать подходы к решению этих вот задач. Потому что на тот момент передо мной стояла такая общая задача сделать систему социальной психологической помощи. А вот как это представить себе по решаемым шагам, это в Москве, в России вообще негде было посмотреть. Подождите, вы приехали в Америку, ну как бы как турист, как родственник. Это как по приглашению родственников. Родственников. И вам, тем не менее, с вами разговаривали в заведениях специализированных. То есть они не сказали вам, а ты что-то тут ходишь. Я приехала по приглашению родственников, жила в Атланте у тети. И сидела как безумная запишущей машинкой. Причем тогда компьютеров еще, в общем-то, не было. У моего брата была такая машинка, которая помнила строчку. Пока ты не перешел на другую строчку. Да, конечно. Исправить. Да. Я за этой машинкой, как безумная, с утра до вечера сидела и писала бесконечные письма в разные места, чтобы мне уделили внимание и со мной бы поговорили. Это было, на самом деле, уже не 91-го, это было вот август 92-го года. Но он виски был, присутствовал у вас? Виски у меня был очень относительный. Мой брат, там, троюродный, проверил мое письмо, и я, соответственно, его перепечатывала. И одному человеку, который меня в какой-то момент переводил, там вообще много про это можно рассказать, там была масса всяких любопытных встреч. Вот. Он посмотрел мое письмо, а мне перед отъездом одна знакомая дала визитную карточку психолога из Вирджинии, который приезжал тогда огромное количество американцев, хотели помогать, потому что вот эти идеи перестройки, идеи совершенно новой страны, новых отношений, они так увлекли какую-то часть населения Америки, что очень много людей приезжало помогать. И вот этот вот психолог тоже приезжал, бесплатные семинары проводил, и он сказал, я хочу там помогать, устанавливать связи между российскими и американскими коллегами. И мне дали эту карточку, он в Вирджинии жил. И я ему написала, а какой-то человек, который меня проверял, письмо сказал, а ты напиши еще свой телефон, он тебе типа отвечать не будет письмом, но перезвонит точно не твое письмо. Я сказала, как я буду с ним разговаривать? Он сказал, ну как хочешь, если хочешь с ним говорить, дай свой телефон. И этот действительно Деннис Нисомс Саббат, я до сих пор помню, как его зовут, он мне перезвонил, и он мне устроил тоже такой прорывной опыт здесь, и знакомство с такими потрясающими людьми. Я даже смогла увидеть здесь и посетить Кублерос, Елизабет Кублерос, если слышали про такой очень тоже поразительный человек. В общем, я тогда в 92-м году приехала в Америку, и я ходила по детским онкологическим клиникам в первую очередь. Я писала и ходила по различным общественным организациям, которые помогают детям с онкологическими заболеваниями. И где-то мне помогали родные переводить, где-то я пыталась сама, какие-то еще знакомые моих родных со мной ездили, помогали мне переводить. И таким образом я приехала в Москву, уже вернулась с пониманием того, что мне можно делать, и как мне, в принципе, подступаться к этому вопросу, который еще тогда вообще не был на повестке дня в России. Марина, вот я вас слушаю, значит, и знаю, что в какой-то момент, где-то году в 2000-м, да, вы все-таки уехали в Америку? С первым, да. В 2001-м. Вот я вас слушаю, и я вижу, увлеченный человек, у него какая-то такая, можно сказать, благородная задача, он ее видит. И он над ней работает, и так далее. И, в принципе, когда человек как бы вот в этом находится, у него совершенно, как бы у него и мысли нет, куда-то эмигрировать, он занят, у него мозги заняты, он абсолютно востребован, он самореализован, и так далее. И, допустим, вот вы были тут в 92-м году, у вас не было мысли, сейчас пойду, останусь, получу политическое убежище, я буду здесь жить. Но в итоге вы все-таки в 2001-м, все-таки вы приехали сюда. Что произошло за 10 лет, вы видите? Я, ну, это многослойная такая история. И в любом случае я буду вам рассказывать какие-то фрагменты. Но дело вот в чем. Во-первых, когда я поехала в 92-м году, у меня, конечно, не было мысли остаться, хотя все, кто знакомы моей тете, считали, что если уже я приехала, если уже мне дали такую возможность, то надо этим пользоваться и оставаться. Но нет, к сожалению, пока я была в Атланте, у меня внезапно, в общем-то, хотя долго до этого болел, умер папа, и очень тяжело в это время болела мама. И поэтому о том, чтобы остаться, вообще не было никакой речи. А с другой стороны, я ехала с идеей того, что мне нужно узнать для того, чтобы продвигать эту работу в Москве. И эта работа для меня была очень важна. Поэтому, конечно, остаться, несмотря ни на какие предложения, которые у меня тогда были, я, конечно, не могла. Но я научилась очень важным вещам. Здесь я, если вам интересно будет, я могу потом отдельно это рассказать. Я встретилась с людьми, которые мне показали детский хоспис. Как я потом поняла, что на тот момент, на 92-й год, не так уж много детских хосписов было в Америке. Но когда я увидела то, что они мне показали, я поняла, что мы можем такую работу сделать в Москве. Я хочу уточнить. Я правильно понимаю, что хоспис – это такое место, где люди, которые, в принципе, уже обречены, им просто дают возможность достойно уйти из жизни? Вы правильно это понимаете? Это очень важный вопрос. Расскажите. Остановились на этом, потому что это очень многие так понимают, что хоспис – это какое-то место. И если люди хотят помощи хосписа, то, значит, они должны думать о переезде, о перемещении в какое-то место, где они проведут последние дни жизни. Это на самом деле не так. Это было принципиально важно тогда, для меня, в 92-м году. Потому что то, что мне показали, и то, что в Америке самое распространённое – это хоспис по месту проживания. И хоспис здесь считается такой философией помощи в последний период жизни, того, что по-английски называется end-of-life care. И именно это для меня и было таким поразительным открытием, что можно организовать помощь хоспису детям. А на тот момент меня интересовали больше всего дети с онкологическими заболеваниями. Детям, которые живут дома, в своих семьях. И тем не менее хоспис им может помогать. И про хоспис отдельный очень важный разговор. Но в данном случае вот это… Там даже так получилось. В городе Норфолки, в Вирджинии, куда меня отправили на маленькую стажировку, местный хоспис, меня как раз возили по семьям. И там не было семьи фактически, где дети были с онкологическими заболеваниями. Мне показали семьи, где дети были с наследственными заболеваниями. В том числе с теми заболеваниями, которыми я до этого 13 лет занималась в медицинской генетике. Вот это невероятные такие чудеса, которые в моей жизни происходили. Вот я разговаривала с мамами, скажем, детей с мухопольсахаридозами. Это сейчас уже более известная вещь в России. Благодаря общественным организациям, которые помогают таким детям. Тогда про таких детей даже врачи вообще не знали и не представляли, что такие дети бывают. И тут меня привезли в семью, где двое таких детей, потому что это наследственное заболевание, которым хоспис помогает. И я увидела эту огромную разницу между семьей, которая один на один ухаживается за таким ребенком, и семьей, которая помогает структура, помогает хоспис. И вот именно благодаря тому, что там были дети с синдромом Санкт-Филиппа, который я гораздо больше, чем другие заболевания знала по предыдущей своей работе, я увидела вот этот вот участок, который можно покрыть, который можно улучшить благодаря работе хосписа. И вернувшись в Москву, я говорила со своей руководительницей, с которой мы вместе этим потом занимались, создание первого детского хосписа на дому стало одной из важнейших частей нашей работы и социально-психологической поддержки детям в Институте детской онкологии. Все-таки, я так из общих соображений смотрю, вот этот ваш период жизни приходится на очень сложный, можно сказать, страшный период в жизни страны, когда практически то, что создавалось, развалилось, когда люди умирали, просто массово умирали пожилые люди, не было помощи, был стресс чудовищный, не было денег. Очень четко, что творилось. Вот в этом во всем. Вы как-то нормально со своими идеями? Или вас это тоже сильно стукнуло? Как это все существовало на этом фоне? Вы знаете, у меня у самой был очень трудный период, потому что я вам уже сказала, у меня умер папа. Очень тяжело болела мама. А тогда, в 92-м году, сказали, что она не доживет до выписки из больницы. После этого мы с ней почти два года были еще вместе. Именно потому, что у меня уже были какие-то связи налажены. И я лучше понимала, что такое уход. Вот сейчас мы, я говорю мы, потому что это вместе с коллегами, которые в Москве, я уже почти год снова живу в Бостоне, но мы в Москве инициировали очень большой, значительный кусок работы по организации, обучению, уходу и поддержке людям, болеющим дома. Но на тот момент было известно, наши хирурги хорошо оперируют, но выхаживать никто не умеет. И люди погибали просто потому, что они не были выхажены. И вот моя мама была в похожем положении. И одни считали, что она не жилец, и что тратить усилия на уход за ней. При правильной организации ухода она была, это было для меня огромной, важной очень частью моей жизни, то, что мы с мамой были в это время. И плюс к этому вот эта работа в Институте детской онкологии, конечно, вот то, что сейчас, социальные сети, возможности привлечь большое количество людей, собрать деньги через социальные сети на эти проекты, тогда мы даже представить себе этого не могли. И, конечно, у нас были очень маленькие возможности. Но, с другой стороны, поддержка была очень большая. Вы знаете, тогда в России не было, например, даже представления о том, что бывают памперсы, правильно? В нашем мире не было. Но начали все-таки какие-то памперсы для грудничков привозить. А что бывают аналогичные приспособления, скажем так, для взрослых людей, для тех, которые парализованы, которые там в колясках, такого никто даже и представить себе не мог. А была такая организация, она называлась «Сопричастность». Они помогали людям, прошедшим ГУЛАГ. Очень часто такие старые, уже тяжело больные люди были одиноки. Просто вследствие своей судьбы предшествующей. И вот эта вот организация, не имея возможности найти волонтеров в России, привлекала в качестве волонтеров молодых людей из Германии, которые таким образом проходили альтернативную военную службу. Они официально приезжали на какой-то, я не помню, какой-то период времени в Россию, в частности, в Москву, для того, чтобы просто банально ухаживать за пожилыми людьми, прошедшими ГУЛАГ в свое время. И это была, засчитывалось им, как альтернативная военная служба. И вот когда мы со всеми этими людьми познакомились, а тогда только-только начиналось развиваться то, что сейчас, тогда называлось третьим сектором, некоммерческие организации, мы еще тогда все вместе тусовались, друг к другу очень помогали. И сейчас люди помогают. Вот. И эти немецкие студенты, которые приезжали, они своим личным персональным грузом привозили для нас вот эти вот памперсы взрослые вместо своих личных вещей. Так что все-таки количество грузов, которые они могли привезти, было ограничено. И мы возили нашим детям, ну, уже довольно большим, вот эти вот памперсы. И не имея возможности их запас пополнять, люди их резали на фрагментики и использовали это. Уже это одно на тот момент развала принципиально улучшало качество жизни семьи, ухаживающейся за таким ребенком. Я не знаю, если хотите, просто один пример. Я приехала в одну семью, где ребенок с опухолью мозга, большой, 14-летний, крупный очень в результате лечения, лежал целый год после того, как врачи отказались продолжать лечение за неэффективностью. И чтобы все было чисто, родители под него по 9 одеял подкладывали, потом их стирали, сушили, они совершенно физически вымокались. А когда мы им стали эти памперсы одноразовые привозить, вот эта необходимость отпала. И уже это улучшило качество их жизни. Вот вам пример того, что можно было делать в начале 90-х годов. Знаете, у меня вот я вас слушаю, и мысли всякие там в голове роются, когда вы говорите про уход. Ну, я понял, памперсы как уход, это просто облегчение процессов и так далее. Но вот сейчас очень многие люди говорят, что американская система здравоохранения она так приноровилась людей, которые, в принципе, давно бы уже были там на том свете. Значит, как-то их там вот тянуть, 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 и они в таком полувегетативном или совсем вегетативном состоянии. Они могут еще лишние 5-7 лет, ну, если это можно жизнью назвать, но они как-то вот живут, и зачем все это делается, и дали бы людям уйти спокойно. Вот это как бы совсем другой уход. Вы не имели в виду вот такие вещи? И как вы к этому относитесь, если уже так мы об этом? Ну, если об этом говорить, то я к этому отношусь просто. Тут нужно, чтобы был у людей выбор. Потому что есть люди, которые считают, что они ни в коем случае не хотят быть в таком вегетативном состоянии. И в Америке они могут подписать соответствующие документы, и тогда, когда они сами не имеют возможности принимать решение, есть человек, который может за них принять это решение. Например, после значительной травмы, я знаю, вот этот мой близкий человек ни в коем случае не хотел бы лежать на искусственной вентиляции легких в таком вегетативном состоянии десятилетия. Есть люди, которые считают, что жизнь такая вот биологическая, настолько цена сама по себе, что она может быть поддержана независимо от того, каково качество этой жизни для самого пациента. Вот буквально на днях у меня был такой разговор с одной медсестрой, которая, я сейчас тоже в хосписе здесь в Бостоне работаю, и вот с одной медсестрой мы говорили по поводу одного из наших пациентов, который конкретно совершенно, уже очень пожилой человек, ему уже за 90 лет, он очень тяжело болел. И он совершенно определенно сказал, что он не хочет в больницу, он не хочет, чтобы тянули его изо всех сил. И его семья, как это им не было тяжело, приняла это решение. Они сказали, он не хочет в больницу, он хочет дома, мы сделаем для него все, что можно дома. Может быть, в больнице ему можно было бы поставить капельницу и протянуть его подольше, но он хочет быть дома. А эта медсестра, у нее другая установка, у нее установка лечения, вот это такое другое отношение со стороны тех людей, которые настроены на то, чтобы обязательно вот до конца жизни, за жизнь бороться. И она считала, что вот семья не права. И мы, которые пошли на поводу у семьи и согласились с тем, что это вот такой правильный выбор, мы тоже не правы. Хотя, мое убеждение такое, я знаю просто много разных людей и знаю, что есть те, которые считают, что им нужно прямо, ну, даже в бессознательном состоянии, лишь бы, даже если машины поддерживают вместо сердца и вместо легких, все равно вот быть в таком положении. Да, я знаю таких людей. И я знаю людей, которые считают, что это для них не жизнь. Хорошо, возвращаемся давайте в 90-е. Значит, вы поехали в США, вы там научились чего-то, вернулись в Москву. Значит, вот в этих условиях довольно сложных делали, что могли. Были немецкие, значит, зольдаты с альтернативной службой. Нет, 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 только чуть-чуть. Вы понимаете, вот если вам честно сказать, если вот на эти вопросы отвечать, я почти не помню вот этой всей сложной жизни 90-х годов, потому что мне было не до этого. Вот я по 10-11 часов работала. Я работала в институте детской онкологии. Там, конечно, страшные истории рассказывали семьи, приезжающие к нам из других регионов. Там рассказывали, я помню, армянскую семью, которая рассказывала, что когда им дома в Ереване делали рентген, у ребенка это было по заболеванию нужно, то рентгеновский снимок опускали в ванночку с раствором для того, чтобы его проявить. Для этого прорубь прорубали во льду, которая покрывала этот раствор. И всем понятно, что на этом рентгеновском снимке и увидеть-то по-настоящему ничего нельзя было, потому что технология таким образом нарушалась. Ну, то есть жизнь, проблемы этих лет, они, конечно, прорывались во все, чем мы занимались, но эта работа в институте, потом после работы этим хосписом и всем остальным занимались фактически как волонтеры, мне вообще не до чего было. Вообще не до чего. До 98-го года, до начала 98-го года вообще ничего не видела вокруг, кроме того, что вот эта работа занималась. Поэтому что там еще происходило, какие-то разборки. Я вот сейчас слушаю, когда вспоминают лихие 90-е, я думаю, боже, жила ли я в это же время, в этом же месте, про которое эти люди рассказывают. Я жила в другом каком-то пространстве. Их много в этих пространствах, конечно. Так а что в 98-м случилось? А в 90-м, знаете как, в 90-м, в августе где-то 97-го года случилось то, что называется выгорание. Дело в том, что был у нас такой ребенок маленький, которому нужна была очень сильно помощь. И я приехала, и такая была ситуация, что благодаря стечению ряда обстоятельств нам удалось даже договориться о том, чтобы этого ребенка положили в больницу, потому что он был не московский, он был с Дальнего Востока. И ему только 4 годика исполнилось. Он так кричал от боли, я вам не могу сказать. И ему невозможно было обезболивающее, потому что он был не московский. И в общем, благодаря моим друзьям мне удалось договориться, его в Русаковскую больницу были готовы положить. И там даже было известно, какая койка и так далее. Но нам сказали, мне лично, что нужно условие единственное, чтобы его привезла машина скорой помощи. Если его просто так привезти, они его не смогут госпитализировать. И вот я приехала, эта семья жила у своих друзей в Москве. Ребенок кричал, потом терял сознание и замолкал. Потом приходил в себя, снова кричал. Я время от времени просто подходила и думала, стоит ли делать то, что я делаю, жив ли он. Ну, в общем, я сидела несколько часов на телефоне, уговаривая скорую помощь, чтобы они приехали и забрали его, и отвезли в больницу. Они мне говорили, а что мы будем с ним делать, если его не возьмут? Я говорю, я вас очень прошу. Вот телефон, ну вот позвоните. Я лично договорилась с заведующей отделением. Она уже знает, на какую койку его положим. Вот, пожалуйста, им нужно только, чтобы их скорая помощь. Вот этот весь разговор у меня занял несколько часов. Крик. Вот моя приятельница, которая нам помогала как волонтер, доктор, палиативный онколог, потрясающий совершенно специалист. Она в Москве и в Туле работает. А тогда она была волонтером, нашим доктором в хосписе. Вот, она мне тогда позвонила и сказала, надо срочно ехать, потому что ребенок в очень тяжелом состоянии. И вот она потом говорит, я когда вышла из этой квартиры, я посмотрела в зеркало, потому что мне казалось, что я посидела. Вот, и когда я вышла, после того, как его уже увезли, я просто слышу этот крик, у меня до сих пор ушел. Вот, и я когда вышла, я почувствовала все, я выгорела. Вот на этом я поняла, там вся моя работа, которая была до сих пор, она не оставила у меня больше внутренних сил, ресурсов. И как-то я там дотянула, а потом в начале 98-го года, уже в результате тоже всех этих, можно сказать, психологических сложностей мне пришлось уйти из Института детской онкологии. Правда, после этого мы создавали уже отделение реабилитации потрясающим тоже доктором, детским онкологом, таким Цейдлиным Григорием Андреевичем. И там тоже было много интересного, и школу тогда госпитальную сделали тоже в Институте детской онкологии уже тогда, когда я там не работала. А я села диссертацию писать, диссертацию по онкологии, по своему опыту. Я решила, что то, что я сделала, требует того, чтобы я об этом рассказала, чтобы я высказалась, и никто не готов меня был слушать, потому что мне только стоило начать разговаривать о тяжело больных детях, никто этого не хотел слушать. И я тогда решила, я напишу диссертацию, и хотя бы ученый совет будет обязан меня послушать. Я хотя бы на ученом совете выскажусь. Послушали на ученом совете? Знаете, даже два раза. Мне пришлось переписывать, мне там одну диссертацию мне фактически завалили, потому что сказали, что она слишком медицинская для педагогической специальности, и что она слишком большая, что она по объему на докторскую тень. В общем, там была такая больше, может быть, политическая проблема. Но научный руководитель-то у вас был, который говорил, что как, чего? Нет, у меня научный руководитель, поскольку я все сама придумала и все это сделала, то научный руководитель у меня появился только после того, как я уже все написала, потому что я боялась, что если у меня научный руководитель сейчас начнет говорить, что мне надо писать, то ничего не будет написано. Ну а потом, после того, как мне завалили вот эту большую, описывающую всю службу социальной и психологической помощи этот текст, сказали, он не пройдет а один из людей, которые продвигали тогда палеотивную помощь он мне сказал, знаешь что, возьми только ту часть, которая касается хосписов и защити по онкологии и я ее я в результате защищалась по биологии специальности онкологии то есть это не было педагогикой это не была педагогика и это естественно не была медицинская потому что я не медик хотя я считаю, что основная идея все-таки была по организации здравоохранения но когда я пришла разговаривать об этом, мне организаторы здравоохранения представляете, как оно было организовано и как сейчас организовано мне сказали, что нет, мы можем только, чтобы это были медики я говорю, разве для того, чтобы организационными вопросами заниматься обязательно в анатомичке работать хотя я когда училась, я в анатомичку ходила меня друзья водили потому что мне это было важно но они не дали мне такой возможности в области организации здравоохранения эту тему представить и мне пришлось в ученом совете по онкологии ее представлять я ее защитила буквально за неделю до отъезда в Америку в 2001 году в Америку это вы с братом воссоединялись или как? я ехала по воссоединению с братом мама умирая меня просила чтобы я поехала и была рядом но кроме того, что мама просила и честно говоря я ей не пообещала я сказала, я в Америке уже была я не могу сказать, чтобы я прям очень стремилась туда жить но поскольку для вот этой работы социально-психологической и для хосписной работы которую я делала в институте детской онкологии я на тот момент сделала все, что я понимала все, как я видела то одна из моих задач с которой я поехала в Бостон была в том, чтобы понять а что еще делается в палеотивной помощи детям что еще делается в хосписах для детей на тот момент мне было интереснее всего и я считала так, что я приеду я, ну там, то, что с братом это отдельная история но моя личная задача была еще в том чтобы разобраться как можно больше в том что делается по палеотивной помощи Марина, вы третий раз уже сказали слово палеотивный вы тогда скажите, что это значит я одно слово скажу палео это такое как плащ латинское слово как покрытие это такая система помощи междисциплинарной которая включает медицинскую помощь социальную помощь психологическую, духовную все основные аспекты и задача которой не лечить человека а улучшить качество его жизни хосписы являются частью палеотивной помощи как философия потому что она может быть не только end of life не только в конце жизни палеотивную помощь а хосписы это уже в конце жизни и вот это была моя задача и мне очень хотелось узнать как можно больше об этом переработать этот материал и представить его на русском языке в России чтобы тогда, когда он будет затребован были бы уже какие-то наработки и я еще думала когда мой опыт и мои знания полученные здесь в Америке благодаря такому уникальному стечению я ехала в такой идее у меня уникальное стечение обстоятельств возможность, которая далеко не у каждого человека есть и это неразумно ей не воспользоваться я поеду я пойму я узнаю как можно больше и если эти знания будут в Москве, в России востребованы я вернусь уже с этим багажом я его привезу я как бы вложу свои силы и свою энергию в то, чтобы это знание привезти в Россию то есть собственно так и получилось то есть вы поехали в Костом через 10 лет вы поехали обратно в Москву и 5 лет там провели да? да то есть собственно то, как вы себе представляли зачем вы это делаете оно как бы и реализовалось этим образом ну да, в принципе да но сейчас я поняла так, что опять я вот год назад я как-то пыталась понять вот эту вот свою структуру своей жизни и я поняла, что я такой блуждающий остров меня прибивает к одному берегу я там собираю семена потом к другому берегу я эти семена там сажаю и там какие-то тоже семена набираю и к другому берегу их там сажаю и вот это вот такое странствие опять же может быть немножко не в географическом пространстве хотя оно и в географическом тоже происходит скажи, Павлович, такую вещь вот я как бы слушая историю мальчика, который в 98-м году ему отказывали в госпитализации вот эта же самая ситуация например не в 98-м году а скажем в 88-м еще при коммунистах или допустим вот сейчас ну или скажем вы год назад были в Москве вот в 2015-м это не могло вот так же быть это как-то бы иначе происходило бы вы знаете в 88-м насколько я знаю было такое постановление по Москве что было несколько больниц куда были обязаны госпитализировать умирающих другое дело что мальчик был не московский и я не знаю как было бы с не московским мальчиком в 88-м хотя допускаю что его бы госпитализировали ну и в этот раз его тоже госпитализировали потому что просто по личным каналам договорились и знаете как вот если вам еще честно ту историю досказать у нас тогда был один жертвователь друг моих знакомых который сказал до 98-го года даже в 98-м году кризис случился финансовый да если вы помните вот он сказал ну я зарабатываю достаточно денег на жизнь Володя его этого человека зовут и я готов поддержать тогда очень мало было на самом деле жертвователей но он сказал что я не хотел бы давать деньги людям которые на эти деньги будут третий Мерседес покупать хотя смешно он конечно давал заметную для нас сумму но на них Мерседес не купишь по 25 долларов в месяц он давал это тогда было очень заметно вот но я бы хотела давать деньги тем людям которые точно помогают и так меня с ним познакомили потом выяснило что я его знаю по линии других друзей и мы с ним встречались он мне каждый месяц давал эти 25 долларов наличные а я ему рассказывала как я их использую и вот у меня были эти деньги и когда я договорилась о госпитализации этого мальчика то мне моя приятельница сказала надо заведующий дать денег и я этой маме дала эти 25 долларов сказала вот вы мальчика привезете Валеру и отдайте заведующий эти деньги тогда заведующая посмотрела на этого мальчика посмотрела что творится сказала маме забирайте деньги они вам еще понадобятся и она совершенно не взяла несмотря ни на что но все таки понимаете помимо того помимо да я думаю что в 88 году вот так по личным связям нам бы удалось этого мальчика госпитализировать некоторое время назад в Москве и не только в Москве были совершенно дикие истории по отказу в обезболивании отказу в госпитализации но сейчас работает такой фонд фонд помощи хосписом Вера в Москве который помогает вообще развивает законодательство в том числе не только помогает непосредственно людям страдающим и у этого фонда помощи хосписом Вера есть еще отделение детское оно называется дом с маяком и они строят детский хоспис и пока здания нет они тоже развивают эту же философию помощь по месту проживания а здание в которое они строят это такая английская модель когда на какое-то короткое время типа отдыха и в Белоруссии сейчас вот в Минске это очень серьезный человек как и Аня Горчакова по этой модели уже много лет работает вот и они проделали огромную работу для того чтобы детей все-таки госпитализировали в таких условиях и сейчас все-таки есть на кого опереться это вам не 97 все-таки я вот что имел ввиду помимо того что вот есть люди которые могут дать в каких-то условиях 25 долларов в месяц в каких-то условиях 25 тысяч или 250 тысяч это конечно не 90-е годы есть люди с деньгами которые могут поддержать но есть такое понятие как страна держава и вот советская держава тоже могла ребенка не положить в госпиталь если он не московский ну да правила были такие они имели нет понимаете как и сейчас тоже большая проблема вот я сейчас сотрудничаю с фондом замечательным совершенно он называется живи сейчас помогает людям с боковым миотрофическим склерозом вот сейчас медицина очень коммерциализировалась у нас есть пациенты московские и у нас есть пациенты не московские не московским пациентам ну то есть таких больных мало это редкие болезни и у них нужна специфическую помощь людей знающих поэтому если делают такую операцию которая им нужна в другом городе то высоко вероятно ее сделают не тем способом который необходим для этого больного это отдельный разговор и мы поэтому стараемся чтобы такие семьи такие больные получали помощь вот в той конкретной больнице которые знают как это делать имеют уже опыт так там московских пациентов принимают бесплатно а пациентов из других регионов за деньги например то есть у медицины региональный бюджет то есть это не бюджет федеральный это бюджет локальный вот сейчас я уже не в Москве но просто слежу за новостями нашей группы и я знаю что большой прогресс у нас вообще потрясающий надо вам сказать что та вот эта служба помощи больным баз и наш фонд живи сейчас это такая уникальная совершенно структура которая если когда-нибудь Россия захочет чтобы у нее было нормально организованное здравоохранение то вот этот наш опыт междисциплинарной работы совместной с семьями с благотворительным фондом с клиниками это будет такой росток из которого может вырасти очень хорошему организованное здравоохранение потрясающие люди этим занимаются и вот недавно была такая новость что клиника федерального значения которая находится в Москве сейчас открыла отделение где могут помогать таким больным то есть теперь больные из регионов могут приехать в Москву и получить помощь из федерального бюджета потому что это федеральная клиника то есть это благослойное очень как объяснить что вот мы постоянно видим что в социальных сетях люди у которых кто-то болен дети я не знаю или там допустим инвалид на коляску собирают или там операцию сделать в Германии или еще что-то все-таки я хочу понять как функционирует государство вот очень много разговоров о том что сейчас хорошее здравоохранение что сейчас и техники много импортно и врачи квалификации хорошие и так далее и так далее и откуда берутся люди которым нужно собрать деньги люди болеют мы тоже наш фонд тоже собирает деньги вы думаете что наш фонд не собирает почему государство не лечит человеком это не ко мне вопрос и насчет врачей я вам тоже могу сказать есть потрясающие врачи есть такие врачи которым из других стран приезжают лечиться а есть врачи которые ничего не у меня вот здесь коллега есть с которым мы когда-то еще в медицинской генетике вместе работали он сам сейчас живет и работает в Чикаго он ваш тезка вот он учился когда-то в Кургане и он рассказывает что он поехал в Курган там родители и разговаривал со своими однокурсниками и он говорит вы вот это читали вы вот это об этом знаете им ничего не интересно тем по крайней мере врачам с которыми он разговаривал он так рассуждает а с другой стороны говорит тоже ну зачем им это все нужно читать у них все равно нет возможности это все реализовать он здесь как вы понимаете приехал в Америку он здесь должен был проучиться с самого начала пройти сдать безумные совершенно экзамены пройти интернатуру и так далее то есть ему учиться пришлось очень много и он теперь сравнивает с тем что происходит с его однокурсниками они просто живут в 19 столетии или есть такая организация здесь тоже сейчас уже ее деятельность стала меньше а так она огромную тоже работу делала называется Российско-Американская медицинская ассоциация РАМА такой доктор ее создание инициировал Борис Виноградский он в Кливленде живет очень тоже большую работу делали ездили проводили операции собирали деньги и возили врачей которые обучали докторов в Кемерово в Томске проводить детям с очень тяжелыми пороками сердца операции большую работу делали вот он тоже разговаривал со своими друзьями но это его надо спрашивать не меня я не буду его слова пересказывать но сталкивался он говорит так начинаешь спрашивать какие результаты вашей работы вот на основании чего вы считаете что вам больше не надо учиться вот я могу сказать вот у меня такое-то количество операций всех которые я делаю успешные тоже есть какие-то проколы что-то бывает не зависит от врача или еще но вот какое количество операций у меня успешно вы можете сказать сколько операций успешно у вас не отвечает на этот вопрос если вам эта тема в принципе интересна я вам могу спросить Бориса может быть он вам будет готов рассказать я не хочу я буду очень признан конечно если можно попросить я могу спросить послать вашу ссылку если он будет готов рассказать но он очень много сил вкладывал я просто и своего личного времени бесплатно и своих денег тоже был очень расстроен когда мы последний раз с ним в Москве встречались и разговаривали он был очень расстроен о чем именно спросите его на ситуации в которой тем что фактически нельзя даже дать то что люди готовы дать бесплатно потому что на той стороне взять ну да ну поговорите с ним лучше гораздо лучше чем со мной я просто вам хочу сказать что есть потрясающие врачи есть просто такие врачи что ну я не знаю в землю поклониться мало те же неврологи с которыми мы работаем и пульмонолог один поразительный с которым мы работаем в службе помощи больным баз вот на ЭКО Москвы недавно с ними были интервью потому что июль был месяц памяти роста осознания этой проблемы вот есть я знаю в Склифосовске потрясающий теракальный хирург есть блестящие совершенно врачи но мы понимаем что основное здравоохранение делают не они и кроме того я так поняла что сейчас система такая вот выжимающая я не была уже у врача при такой ситуации как сейчас в Москве не знаю как в других регионах но говорят так что у врача есть определенное время там все расписано в компьютере он должен начать принимать пациента через несколько минут он должен внести такую информацию в компьютер через несколько минут он должен внести такую информацию через 10 минут он должен с этим пациентом попрощаться потому что там уже следующий пациент То есть это ситуация, когда даже, я не знаю, гениальный врач не может на самом деле работать как следует, или у моей приятельницы сын женился, и его жена, врач по образованию из другого города приехала, пыталась в Москве устроиться на работу. Пришла в какую-то частную клинику, с ней поговорили, она хороший очень доктор, потомственный, у нее и мама, и папа врачи, и она действительно хочет помогать, и ей сказали, ну только вы, пожалуйста, имейте в виду, что если больной к нам попал, то он должен обязательно пройти такой, абсолютно такой, абсолютно такой, и получается, что система работает на то, чтобы из того, кто в состоянии платить, эти деньги выжить. И это моя знакомая, не пошла в эту частную клинику, она пошла там работать на станцию переливания крови и так далее, но вот это ее отношение, воспитанное поколениями, предшествующими врачей, не позволило ей работать в этой клинике. Марина, давайте, может быть, сделаем вот что, мы с вами сделаем еще один разговор, мы только начали, я чувствую, что, а уже мы час почти, скажите, пожалуйста, вот такую вещь, я знаю, что вы каким-то боком, скажите, каким боком, приобщились к миру программного обеспечения, вот что вы такое делаете? А, вы знаете, ну это, я разными очень боками приобщилась, потому что, ну без компьютера сейчас уже вообще ничего невозможно, и у меня, у меня в детстве была такая мечта, когда спрашивали, нет, когда я сама думала, кем бы я хотела стать, я думала, я хочу стать диктором телевидения, потому что когда я болела, то я включала телевизор, и он составлял мне компанию, я думала, вот я буду приходить через телевизионную канал, домой к тем людям, которым больно, которым одиноко, и таким образом им помогать, поддерживать. И, конечно, это невозможно было, в частности, мне мама говорила, тебе нельзя, у тебя такое зрение плохое, там очень яркое освещение, этого было достаточно, для того, чтобы это невозможно было сделать. Но когда возник интернет, и вот такие каналы, типа, которые вы делаете, я поняла, что есть другая возможность реализовать вот эту детскую мечту. У меня есть личный мой проект по искусству, помощь, такой образовательный терапевтический проект, но я там занималась сама как-то программированием с помощью брата. Но он, к сожалению, завис, у меня не хватает энергии. А второе направление, которое для меня сейчас тоже очень важно, это тот фонд помощи людям с боковым миотрофическим склерозом «Живи сейчас», о котором я уже рассказала немножко, он помогает людям, говорящим на русском языке в самых разных странах мира, но в первую очередь в России, конечно. И одна из проблем, которая стоит у этих пациентов, это нарушение коммуникации, потому что люди теряют способность говорить и теряют способность набирать на клавиатуре из-за парализации нарастающей. И вот тут в этой ситуации возникает возможность через программное обеспечение этим людям дать возможность общаться. А многие, вот мы с вами, если вернуться к прежней теме, вот люди живут и поддерживаются, несмотря на тяжелое состояние, вот очень многие говорят, пока мы можем общаться, пока мы можем сказать то, о чем мы думаем, мы готовы даже жить полностью парализованными, полностью зависящими от ухода, если рядом с нами любящие люди, которые это ценят. А вот когда мы потеряем возможность выдать то, о чем мы думаем, когда она может, жизнь для нас перестает иметь ценность. Тот же самый Стивен Хокинг, это вот великий астрофизик, больной бас, который вот известен, он в инвалидной коляске, из-за него компьютер говорит. Вот это тоже человек с боковым астрофическим склерозом, который говорит, как только я перестану иметь возможность общаться с этим компьютером, чтобы он мои мысли мог высказать, я тоже хочу эвтаназию, хочу, чтобы моя жизнь на этом закончилась. Так вот, есть уже довольно большие наработки на английском языке, которые позволяют людям общаться, а на русском языке, а там есть много проблем, связанных с разными языками, такого мало очень. И поэтому для улучшения возможности коммуникации наших пациентов, а как выясняется, не только, когда это становится важным для людей, получивших травму тяжелую, для людей после тяжелого инсульта парализованных, для людей, у которых очень тяжело, больные руки, там скажем, ревматоидный артрит, они не могут набирать. Или дети, или люди с церебральным пролечом, у которых тремор очень сильный, или там больные с болезнью Паркинсон. То есть есть целая группа людей, которые очень нуждаются в возможности общаться через компьютер, но не могут пользоваться реальной клавиатурой из-за чего-то, по разным причинам медицинским. Вот для них вот эти коммуникаторы имеют огромное значение, для них выход в мир. Я только не понял, коммуникатор это что? Это какой-то кусочек хардвера, к нему какой-то софтвор, цепляется к компьютеру, что это? Это по-разному, понимаете? Вот, например, есть такие приспособления, они называются eye tracker. Это маленькая такая длинная коробочка, которая прикрепляется к компьютеру и которая следит за движением глаз. И тогда движения глаз могут на экране компьютера делать выбор, там фиксируя глаза. И софтвер помогает использовать вот эту возможность подвижности глаз для того, чтобы человек мог, например, печатать. У нас был один пациент, который был программистом. Для него, собственно, это было сделано на русском языке. Он мог заниматься полноценно программированием, благодаря вот этой системе. То есть, системы, отслеживающие движение зрачков, существуют очень давно. Но вот сама идея, чтобы с помощью этого как бы он печатать мог, да, или там набирать на клавиатуре на экране, так получается? Да. Он может до такой степени это использовать, что даже в полноценном программировании. Совершенно потрясающе. Это просто... Это потрясающе. А вот этот вот человек, который для него переводил всю эту систему, чтобы ее можно было использовать с русским языком, она существует с английским. Но на русском языке она не существовала, пока друг этого больного нашего, тоже ваш теска, кстати, не сделал это на русском языке. Он придумал еще эти вот коробочки, которые отслеживают. Они довольно дорогие, они стоят больше 100 евро, их надо заказывать где-то в Скандинавии. Это не так просто. А этот человек придумал использовать гироскоп. Я так поняла здесь. Значит, пультик, который используют для переключения телевизионных каналов. С ним проблема такая, что он засыпает из соображения экономии энергии. А поскольку больные люди довольно медленно двигаются, то вот эта вся схема воспринимает их замедленные движения, как отсутствие сигнала и засыпает. Поэтому этот пультик надо перепаять. И этот человек все придумал. Это все есть в интернете, на сайте. И мы нашли волонтера от службы, православной службы милосердия, который в этом во всем разобрался и готов помогать. Вот, значит, этот пультик надо там как что-то перепаять, чтобы он перестал засыпать. И тогда его можно укрепить, скажем, на голове и не фиксировать на глазах, потому что с этим айтрекером там возникает еще одна проблема. Если у человека очки и сильные линзы, то концентрироваться, фокусироваться на зрачках этому аппарату сложно. А пока человек может двигать головой, пока он контролирует движение головы, он может фиксировать. Я сама видела, как этот Саша работал. Он утром просыпался, его мама сажала в кресло, он садился, набирал ей текст, отправлял его на принтер. И мама получала вот такой листок с инструкцией, что ей в течение дня надо делать для него. Потом он заказывал еду, которую ему привозили в Москве. Потом он общался со своими друзьями по всему миру, ему откашливатели из Америки привозили еще что-то, ему друзья собирали на сиделку. То есть он, несмотря на почти полный паралич, благодаря вот этой системе и именно вот гироскопу, он мог общаться и мог очень много сделать, в том числе и для себя, и быть более независимым. Хотя, в принципе, никак не мог за собой ухаживать. Но плюс к этому, это когда мы говорим о всяких приспособлениях. Здесь в Бостоне, нет, в Руид-Айленде, есть какие-то люди тоже, мастеровые, которые решили, что эти ай-трекеры, это очень дорогие штуки, и они за небольшие деньги камеры, которые к компьютеру, еще что-то придумали. Я до них никак не доберусь, и одна, бессмысленно мне ехать, потому что я просто в этих технических деталях не разберусь. Они сказали, что буквально за 25 долларов они могут такой кит сделать, чтобы тоже отслеживать за движением глаз. Есть люди, которые сумели сделать так, чтобы художник мог рисовать на компьютере тоже движением глаз, или вот этим аэромышей, это можно условно назвать. Но есть еще программное обеспечение для планшета, которое называется GoTalk, например. И это на английском тоже языке существует. Когда человек может просто выбрать картинку, и компьютер, планшет за него скажет, или набрать из нескольких слов фразу, просто тыканьем пальцем, пока еще рука хоть чуть-чуть может владеть пальцами. Ну, в общем, там много чего. То есть это и куски каких-то приспособлений, и это программное обеспечение в сочетании могут позволить людям практически обездвиженным, не имеющим из-за болезни возможности звуки произносить, полноценно общаться. Даже я видела видео из Израиля, один профессор, который вот тоже заболел этим же заболеванием, ему приспособили айтрекер, и он стал писать детские книжки и сам даже их иллюстрировал. Ну, вот я вас слушаю, знаете, у меня первая моя мысль, что мы снова с вами в разных странах, в разных пространствах, там и так далее, как из другого мира человек. Значит, это одна мысль, другая мысль, я думаю, а чего же все-таки волонтеры, волонтеры на волонтерах, на волонтерах. То есть нет финансирования государственного, нет исследовательских программ в университетах, нет такого, чтобы кто-то дал денег, и чтобы люди сидели на работе, вы этим занимались. Такого нет? Где? Ну, в США даже, ну, где-нибудь. Вы знаете, в США, в США очень много денег собирают все-таки благотворительные организации. Вот то, что два года назад был этот Ice Bucket Challenge, когда люди обливались ледяной водой и рассказывали друг другу про БАС, про АЛС, как здесь это называется, или еще есть название другой болезни Льюи Геррига. Вот эта акция позволила собрать средства в 10 раз больше. И эти деньги пошли в основном на исследования. Собирают люди деньги очень. Здесь, в Америке, огромное количество работы исследовательской, новые лекарства порой создаются благодаря тому, что организации собирают пожертвования среди людей. Но, конечно, какое-то количество грантов есть государственных. Но государственная система бюрократии здесь, в Америке, я думаю, вы тоже сталкивались, огромная, тяжелейшая эта бюрократическая машина. Очень много зависает и буксует из-за этого. Но когда у человека есть мысль, когда у человека есть вот рядом друг, которому сейчас нужна помощь, то порой быть волонтером и сделать это, а потом это уже предложить государству. И так это, в принципе, часто и делается. Сначала какие-то люди делают это как энтузиасты и как волонтеры, потому что они просто не могут пройти мимо чего-то. А потом уже находятся деньги, когда они показывают, что из этого. Или вот, например, с теми же самыми, то, что называется, орфанные лекарства, орфанные препараты для редких болезней. Это не окупится. Их почему не хотят делать фармацевтические компании? Потому что они не окупаются. Но государство, скажем, американское, принимает такие законы, по которым они говорят, орфанные препараты для редких болезней, они будут распространяться на рынке по другим законам. И тогда эти новые законы позволяют хоть в какой-то степени фармацевтическим компаниям окупить те большие затраты, которые требуются на разработку новых лекарств. И в этом смысле государство тоже принимает. Хорошо. Вот такой вопрос тогда. Вот сидят, слушают нас люди. Я подозреваю, что для большинства из них, слушая вас, они как бы тоже в какое-то другое измерение жизни попали. И там очень трогательно. Я несколько раз, у меня прям чуть слеза там не катила, потому что так спокойно слушать-то невозможно, потому что вы рассказываете. И, ну хорошо, вот волонтеры, волонтеры в вашем деле, это какой-то просто, ну если он не просто деньги дает, а хочет как-то участвовать, например. Он может участвовать просто потому, что он хороший человек или он должен уметь что-то делать. Очень много что может сделать человек. Вот я вам говорю, что когда нам понадобилось там с этим программным обеспечением или там перепаять, мы просто обратились в Милосердие, и я написала человеку, который там руководит, говорю, у вас есть кто-нибудь, кто руками может, я не знаю, ремонтом занимается или еще как-то с компьютерами. Она нашла парня, который рассвечивал лампочками цветочки на праздник, и обратилась к нему. Этот парень взялся, разобрался и сделал эту аэромышку. И то же самое вот программист, на самом деле родственница одного из больных в Питере обратилась к своим коллегам-программистам с просьбой, чтобы они подумали над развитием этого программного обеспечения, которое позволяет таким больным пользоваться компьютером. Потому что там еще есть какие-то возможности. Я не знаю, у меня Mac, поэтому я не знаю, что они все время пишут про функцию F9. Я не знаю, что это такое. У меня этого нет. Это кнопочка. А, ну да, да. Я про кнопочку понимаю, я не знаю, какая там за ней функция. Потом Mac, например, имеет встроенную функцию text to speech. И, ну, только на английском языке, на русском не имеет. И если бы у людей была такая возможность на русском языке, тут можно все что угодно. Потому что задач, которые необходимо решать, очень много. Вплоть до того, чтобы провести праздник, кого-то отвезти. Мы сейчас в Москве устраиваем такие замечательные, совершенно вместе с проектом «Москва, который нет». Это проект краеведческий. Экскурсии по городу. И можно пойти на эту экскурсию. Самим, скажем, заплатить, а деньги перечисляются на фонд. А можно пойти и помочь человеку на коляске. Потому что часть экскурсии специально приспособлена для людей на колясках. Там, где нету ступенек. И пройти, и помочь эту коляску просто провести по этой дороге, чтобы люди могли выйти из дома, проехать по Москве, послушать эту потрясающую экскурсию. Или устроить там праздник. Мы устраивали, например, в парках выставки фотографий. И предлагали людям дать на конкурс свои фотографии на какую-то тему, связанную, скажем, с вопросом дыхания. Чтобы были тоже выставлены эти фотографии. То есть возможности, волонтерство, оно дает такой простор человеку реализовать. То, что он не может реализовать в своей ежедневной жизни, может быть, в силу того, что он должен зарабатывать деньги, определенной работой, которая не является его... его... не дает ему полную реализацию. Волонтерство дает такую возможность. Марина, давайте вот что сделаем. Значит, мне уже надо там... у нас день начинается, надо двигаться. Значит, мы сделаем еще одну встречу, как минимум. Я прошу ребят, которые нас смотрят и досмотрели до этого места. Я хочу сказать спасибо, что молодцы, что досмотрели. Чтобы они вопросы задавали в комментариях к нашему видео. Значит, как только я видео повешу, я вам в скайпе ссылочку пошлю. Потому что у нас Марина как бы не очень там зритель нашего канала. Закучит себя, она посмотрит. Вот. И, ребята, задавайте вопросы. И если кто-то вдруг захочет как-то поволонтерствовать, вот ему куда деваться? Что ему делать? Можно ко мне обратиться, можно найти фонд помощи. В зависимости от того, что человек хочет делать. Если вот, например, заинтересовала эта идея с помощью с коммуникаторами, либо с планшетами, либо с компьютерами, с каким-то программным обеспечением, можно ко мне обратиться, можно прямо найти фонд помощи. Как обратиться к вам? Давайте к вам, как обратиться. Ну, можно написать, например, я вам пришлю ссылку, да? У меня есть адрес. Давайте, напишите мне ссылочку, имейл, если есть. Могу сказать. Choosing hope в одно слово. Choosing hope. Да, выбирай надежду. At gmail.com Это вот ваш e-mail. Это e-mail моей организации. Организация называется Palliative Care Initiative. Можно ее таким образом найти. Или там ppci.choosinghope.com О, нет, .info. Это сайт моей организации. Понял. Хорошо. Марина, спасибо большое. Давайте мы на этом всем передадим привет. У нас есть такой рукой помахать, так сказать. Привет. Вот, и тогда... И тогда... Да, дослушал до конца. Да, дослушал до конца. И тогда до следующей нашей встречи.